В Ялте прошел этап регаты «Золотое кольцо» Боспорского царства. В гонке поучаствовали 70 спортсменов на 11 яхтах из Геленджика, Анапы, Краснодарского края и Крыма. Самым быстрым по итогам крымского этапа стало судно «Навигатор». Проект приурочили к одноименному туристическому проекту. Главной задачей яхтсменов было проложить маршрут по Черноморскому побережью. Экипажи стартовали 26 мая в Геленджике. Впоследствии посетили Анапу и Керчь, после чего прибыли в Ялту. Там к ним присоединились еще несколько экипажей. Наряду с профессионалами в этапе регаты выступили любители и даже новички, а также ученики детских парусных школ. В Министерстве курортов и туризма Крыма проект «Золотое кольцо» Боспорского царства назвали самым масштабным в истории постсоветской России. Отметим, яхтин и туризм – одно из наиболее перспективных направлений в Крыму. На завершившейся в Сочи конференции Южно-Российской парламентской ассоциации именно проект развития яхтинных маршрутов до Черноморского берега был презентован крымскими депутатами. Всех с началом лета, с началом сезона, которое в этом году впервые происходит одновременно на всем юге России. Сейчас проходят мероприятия в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Севастополе, в Крыму. В Керчь заплыв 50 человек, максимальное количество в Керченском проливе, в чем атлеты из Великобритании и Испании принимают участие. И в Патуре фестиваль детства, карнавал, то есть, ну и в Патуре вообще столица детского отдыха. В Алуште и Симферополе начались дни городов. Вчера в Алуште, сегодня в Симферополе и продлятся несколько дней также праздничная программа. Ну а главное происходит здесь, в Ялте.